Минздрава и Минюста По всей Германии в больнице дома престарелых и учреждения по уходу будут допускать только в масках и с отрицательным тестом на коронавирус. Это относится и к медицинским работникам. Федеральные земли в зависимости от ситуации с пандемией смогут вводить дополнительные ограничения в несколько этапов. При увеличении заболеваемости обязательства носить маски могут распространить на все общедоступные помещения с исключениями по правилу 3G. АЗС Германии начали постепенно поднимать цены на бензин и дизель в свете отмены налоговых послаблений. По мнению автомобильных экспертов, повышение цен связано с высоким спросом на заправках Германии. Перед окончанием скидки на бак автомобилисты спешат заправиться, ожидая неминуемого скачка цен на следующей неделе. С 1 сентября налоговые льготы закончатся. Ожидается, что бензин поднимется в цене на 35 центов, а дизель – на 17 центов. Волна тепла в Германии с температурой воздуха до плюс 35 градусов по Цельсию и выше продержится и сегодня. В первую очередь бороться с жарой придется жителям Берлина, Бранденбурга, Баден-Вюртенберга, Северного Рейна, Вестфалии и Гессена. Резкое потепление в Германию принес антициклон, к которому добавились горячие воздушные массы из Средиземноморья и Западной Европы. Похолодание синоптики прогнозируют только в конце августа. Тогда местами пройдет сильный дождь на юге и юго-западе страны. Между тем, август этого года специалисты называют самым жарким месяцем с момента начала регистрации погоды в 1881 году.